Это не просто бумбокс, это настоящий звуковой космический корабль из прошлого, которому исполнилось 40 лет. Когда этот слон вышел в 80-х, именно так его прозвали. Только он мог дать бой топовым японским бумбоксам. Какое многообразие тублеров, кнопок и индикаторов. Филипс до сих пор поражает воображением. В нем все сделано идеально. Можно целый день смотреть на это голландское чудо, нажимать, крутить, щелкать и тем самым телепортироваться в теплое далекое прошлое. Зачем ему две антенны? Даже сбоку есть чем удивить. И скажите молодежи, что Dolby у нас уже была тогда. Но минус я все-таки нашел. Кассета-то всего одна. Как же мы будем копировать соседский моден токинг, привезенный из Германии? Голландцы сошли с ума и зачем-то приделали эти две металлические ручки. Хотя может быть это элемент дизайна? Наш проверенный зизитоп. Открываем деку, вставляем кассету другой стороной, жмем play и... Нет, ничего не происходит, не играет. Как же так? А вот в чем причина заживала пленку.